А вопрос какого времени и насколько длинный может быть этот мост для Украины в НАТО? Вот такая метафора была озвучена, вот эта длина этого моста, она насколько длинна. Давайте об этом будем говорить с Дмитрием Жмайловым, учредителем и исполнителем директора Центра безопасности и сотрудничества. Приветствую. Дмитрий, а как вы можете оценить этот раздел 15 документа, который был опубликован и озвучен после встречи до саммита НАТО и украинского участия в том формате, в котором он был в частности? Поскольку мне кажется, что пропагандистов начало немножечко подкипать, и вот это вот «шеф, все пропало» — это как раз тот случай, когда можно применить эту фразу. Сколько они не старались убедить своих зрителей, слушателей, ну и свое население в том, что от Украины устали, денег больше не дадут, посмотрите, вот их все бросили. А тут получается, ну не получается. Они часто меняют свою риторику, потому что они сейчас хотят течить лозунги, которые были в мировой войне, как они называют великое отечественное имя, не на этих чувствах, мол, теперь есть такая угроза для Российской Федерации, как коллективный западщик, это множество нацизм, и они просто хотят в эротические чувства, ну, в разных словах мезопатриотов, потому что Россия, считая их... — Одну секундочку, мне кажется, что у нас есть небольшая техническая проблема, которую мы сейчас с вами решим. Вы просто по ссылке, которую мы вам отправили, наша редакция вам отправила, вы еще раз по ней зайдите, и мы переподключимся, но вам нужно колонку отключить. Тогда у нас будет идеальный звук. Давайте попробуем еще раз подключиться. И колонку выключайте. Итак, мы говорим о том, что на самом деле можно было бы озвучить уже как результаты, саммита НАТО в отношении Украины. В сюжете вы видели цифру, мы озвучивали ее, эти 40 миллиардов помощи, это колоссальные деньги, в которых Российская Федерация сомневалась, думали, ничего не случится, ничего так и не будет. Приглашение Украины в альянс не получила, поэтому все пропало. Но на самом деле есть очень важные моменты в том документе, о котором мы сейчас будем говорить. Это, собственно, давайте я даже вам уточню, это раздел 15. Так вот в этом разделе, как пишут уже военные эксперты и аналитики, что больше всего тех россиян, кто пока еще сохраняет способности аналитического мышления, поверь в состояние устойчивой депрессии, именно раздел номер 15. А почему? Потому что вот даже если мы зацитируем какую-то там один из фрагментов, я вам сейчас его просто озвучу, еще не было более жесткого и бескомпромиссного документа с далеко идущими последствиями для России и не только. Так вот об этих последствиях, об этом документе уже говорим с Дмитрием Жмайло. Добрый вечер, еще раз. Прекрасно слышу вас. Добрый вечер, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества уже на канале, на YouTube канале «Украина сегодня». Итак, Дмитрий, раздел номер 15 и паника пропагандистов. Они кричали, что все пропало, а мы понимаем, что на самом деле все далеко не так. Это у них теперь истерика. Что в этом документе было такого, на ваш взгляд, основного, что разрушило миф, на котором они топтались в последнее время и кричали «все-все-все, Украина больше никому не интересна»? Деньги и политические гарантии – два основных фактора, которые так взбесили россиян. Тем более, что их наступление лета уже половина прошло, каких-то серьезных прорывов фронта у нашей украинской линии обороны нет. И они думают просто, что же им делать дальше. Темпы мы уничтожаем, выводим из строя российской армии больше 30 тысяч российских военнослужащих. Они думают, как теперь пополнять эти потери. Они занимаются рекрутингом по всему миру. Их наемники едут из Индии, страны Латинской Америки и другие страны. Тем более, то сближение Пхеньяна и Москвы, которое мы видим в последнее время, это тоже как раз та же цепь процесса, что Россия скоро уже будет чувствовать кадровый голос в своих войсках, потому что очень большие потери. Что они думают? Возможные решения – это проведение новой мобилизации. Чтобы мобилизация была успешная, им нужен новый теперь враг, новый фашизм, новая гитлеровская Германия, в которой теперь они видят весь коллективный Запад. И они уже потихоньку начинают готовить свое население к этой массе. Ну и, соответственно, прикручивают Ютуб, например, для того, чтобы информация не поступала на территорию Российской Федерации. Боты уже наваливаются. Мы об этом говорили с Игорем Эйдманом до нашей встречи. И он в детальных и подробностях рассказал о том, как это работает, как боты и кремлевская пропаганда забивают новыми нарративами информационное пространство. Я нашим зрителям предлагаю вернуться к этому разговору и пересмотреть, кто пропустил на нашем Ютуб-канале Украина сегодня. Что касается ситуации вокруг НАТО. Вот если мы говорим о самой Российской Федерации, ведь в этом документе четко очертили и дали понять, кто такая эта страна на данный момент, как они себя ведут. Как вы считаете, будет ли это первым шагом к тому, чтобы Российскую Федерацию признали страной террористом? Я считаю, да. И это обязательно настанет только вопрос времени, потому что система коллективной безопасности, она переживает самый большой кризис после завершения Второй мировой войны, когда страна-террорист имеет право вето, когда страна-террорист руководит сейчас вместе с главным органом Организации Объединенных Наций, и что-то рано или поздно придется однозначно менять. Но к тому же, те решения Путина внутри России, когда он фактически привел к власти новое правительство, это правительство долгой войны, и в новой команде задача перестроить всю страну на военные рейки, то и НАТО этим саммитом показывает миру, и Путину в том числе, что и Североатлантический Альянс готовый к долгой, затяжной войне. И та помощь, то, что те шаги, которые делал официальный Киев, и те двухсторонние договора, и те службы, которые будут созданы, и та большая интеграция как раз и говорит о том, что Запад нас не бросит минимум в ближайшее время. И все эти процессы, однозначно, Кремль к этому не был, не был готов, и поэтому эта паника как раз и будет теперь нагнетаться, потому что Россия, скорее всего, будет думать, как же им массово пополнять ряды своей армии. Вот, кстати, тот же 15-й раздел говорит о неких нововведениях, которые будут сделаны специально для Украины, и в частности о необходимости создания в НАТО службы помощи, обучения в области безопасности для Украины. Эта служба, она будет отвечать за организацию процессов обучения украинских военных, а также за военно-техническое сотрудничество стран НАТО и Украины. Но тут, кстати, да, это тоже интересный момент, потому что за время этой полномасштабной войны Украина уже показала такие действительно чудеса на поле боя. Мы настолько креативны в этих подходах, что мы могли бы уже и делиться опытом, и преподавать, а не только обучаться. Как вы видите, вот какой момент. Эта деятельность, она будет организована так, что согласно международному законодательству, ее нельзя будет расценивать как сторону конфликта, равно как и любую из стран-членов НАТО. То есть НАТО не сторона конфликта. Какие аргументы тогда будет пропаганда искать? Она идет по аргументу. Если их не будет, она их просто-напросто придумывает. Ну, если говорить, что не все так было хорошо на самом деле НАТО, можно говорить о том, что пока что нет консенсуса, чтобы, например, польская система противовоздушной обороны могла сбивать на воздушном пространстве Украины российские ракеты и дроны, которые бьют по гражданской инфраструктуре, что будет дальше? Это служба и все эти решения, фактически, ответ на призывы Киева, что помощь должна доставляться в более короткие строки, что логистика передачи нам западного вооружения должна быть намного-намного быстрее. Потому что все то вооружение и те боеприпасы, которые мы сейчас получаем, они фактически все сразу же идут в стволы, идут на поле боя, и наши бригады не могут накопить себе резервы. Поэтому все эти органы должны перевести этот процесс на более высокий уровень. И мы очень надеемся, что все эти новые схемы работы, они принесут результат. Мы вот еще иногда говорим о том, что, может быть, с коллегами обсуждаем в дискуссиях о том, что, может быть, Украине нужен вообще другой какой-то формат Альянса. Если НАТО на данный момент там готово только предоставить мост, по которому Украина может рано или поздно добраться до членовства в Альянсе, но в то же время, параллельно, мы подписываем очень много двухсторонних соглашений о военной безопасности, и это уже похоже на какую-то новую суперсилу, которая может стать альтернативой НАТО. Вы поддерживаете эту мысль, эту идею? Двусторонние договора нужны для того, чтобы мы не были в ситуации, когда в начало полномасштабного вторжения у нас из аргументов был только Будапештский меморандум, и западные партнеры откровенно злились и говорили, что не нужно вспоминать об этом документе. Теперь мы имеем договора с большинством стран НАТО. Это двусторонние документы, которые регулируют отношения с каждой отдельной страной. И каждая отдельная страна взяла на себя конкретные обязательства. Это и есть тот мост к нашему членству в НАТО. И я скажу прямо и без лишних каких-то теорий, альтернативы членства Украины в Северно-Атлантическом Альянсе и в Европейском Союзе их просто нет. Это главное условие, чтобы в Восточной Европе, вообще в Европе и в мире был мир, и чтобы Российская Федерация больше не начала агрессию против нашей страны и против любой демократической страны в Европе и в мире. Поэтому мы идем к этому пути. И скорее всего, этот Вашингтонский саммит нас приближает к тому, что вступление Украины в НАТО возможно будет по финскому или шведскому сценарии, когда будет просто принято политическое решение, и это случится за несколько дней или недель. Вы знаете, но опять же, есть некоторые люди в Украине, которые до сих пор опасаются членства в НАТО. Я могу себе только предположить, что они читают, а на кого они ориентируются, но так или иначе, это граждане Украины, которые живут, которые не уехали, они поддерживают нашу страну, но имеют свои взгляды на определенные моменты. Давайте поясним. Украина в НАТО, что это означает на практике? Это значит, какой-нибудь условный Марио из Неаполя приедет воевать в Украину или условный Микола из Житомира поедет в Неаполь инструктором? Ну или наоборот? Это полная интеграция военных систем, это стандарты Северо-Атлантического Альянса, но главный тезис это то, что наша страна больше не останется сама с военной угрозой, в том числе с Россией, которая любая страна мира, кроме Соединенных Штатов и Китая, не может просто физически противостоять агрессии Кремля. Ну, валовый внутренний продукт, размер армии, чисельность вооружения, это все просто несопоставимые между собой цифры. Поэтому, чтобы этот этап войны, я подчеркиваю, этап рано или поздно закончится, чтобы не было больше таких ситуаций, когда весь свободный мир нам дает 2072 часа на наше существование, и нужна полная интеграция в НАТО и в Северо-Атлантическом Альянсе, и в Европейском Союзе. А если мы говорим о долгом мире глобально на континенте, то нужно, чтобы такая государство, как Российская Федерация, в ее нынешнем виде просто прекратила свое существование. Ну, общаясь с гражданами Российской Федерации, они мечтают просто о том, чтобы поменять режим Путина, но в Федерацию, в свою империю оставить такой, какая она есть. Поэтому это еще один фронт работ, который открывается, и тут после горячей фазы этой войны нам придется еще думать и об этом. Но для того, чтобы закончилась и горячая, должен быть мир. О мире говорим только мы, не спецоперация «Мир», которую толкают пропагандисты из Кремля и Захаровой, и вот эти площадки «давайте будем бомбить европейские города ракетами, потому что мы хотим мир». Ну, это Оруэлл. Второй саммит мира, на котором не исключается, что может быть в присутствии России. Сама Российская Федерация на данный момент говорит, что нет, мы никуда не поедем, но они говорят о том, что не хотят мир. Как вы видите второй саммит мира? Как он будет происходить? Уже подготовки будут сейчас в июле, буквально в Катаре, если не ошибаюсь, будет встреча на уровне министров. К ноябрю что мы получим? Какая картина может быть? Рано об этом говорить, потому что условия и переговорные позиции прямо сейчас, в эти минуты, готовят силы обороны Украины, которые отбивают больше ста атак за сутки. Чтобы говорить с Россией о реальном мире, нужно разбить ее на поле боя. Сейчас об этом говорить пока что рано, потому что россияне находятся на пике своей атаки, они больше тысячи людей кладут абсолютно ни за что и ни про что, поэтому к осени будет более четкая ситуация на поле боя, будет более четкая ситуация и по самолетам F-16, и по всему западному вооружению. Именно эти условия и будут приопределять, на какими переговорными позициями выйдет Украина, и с какими переговорными позициями выйдут наши западные союзники. Давайте еще поговорим о деньгах. Ну, посчитаем чужие деньги. Нам никто этого не может запретить, тем более, что мы находимся в состоянии войны. А нефтедоллары российские, это и есть та кровь, которая проливается на нашей земле, потому что оружие, которым они бомбят и забрасывают в нашу страну, это и есть те деньги от нефтедолларов. Вот морские страны Старого Света намерены начать новый этап борьбы с нефтяными доходами, российской казны. Великобритания, пишет Bloomberg, с группой европейских стран намерена на этой неделе уже одобрить план преследования танкеров теневого флота, которые перевозят российскую нефть в обход санкций. О каких суммах может идти речь, если это перевести в понятные цифры, сколько это может быть денег, этих самых нефтедолларов, и насколько вот такой план, который описывает сейчас Bloomberg, он может быть эффективным? За нашими подсчетами Российская Федерация вследствие несодержания режима санкций и обхода санкций зарабатывает в день 1 миллиард долларов США. Эти деньги идут на ракеты, те же ракеты Х-101, которым ударила Россия по Ахмадиту, их в 2021 году она имела где-то 50 штук. Наконец, в 2023 году она имела их уже 180. Где-то 70 комплектующих этой ракеты, это западные технологии, та же США, Швейцария и другие страны, в том числе и Китай. Все, что она не может загрузить в свой оборонно-промышленный комплекс, изготовление ракет, изготовление тех же авиационных бомб, которыми она забрасывает наши пограничные территории и линии фронту, она бросает в пропаганду, она бросает в свои сети влияние, и те же диверсионные угрозы, по которым сейчас говорит Запад, это абсолютно реальные вещи. Россия все эти деньги может позволить себе тратить на войну. Если не прямо вооружить, то вооружение информационное и в свои организации, которые продолжают деятельность на Западе. Вы знаете, когда слышу про такие суммы, про один миллиард в день, это же ведь каждый гражданин Российской Федерации мог бы жить не хуже, чем живут люди в Дубае, в Арабских Эмиратах. Ведь страна богатейшая, но, к сожалению, их царь, их диктатор решил, что они будут бороться за лады, ходить в свои дома, которые сыпятся, и продолжать всех ненавидеть, потому что деды воевали. Дмитрий, я вас благодарю за этот разговор. Дмитрий Жмайлов, сучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества на YouTube-канале «Украина сегодня» был с нами. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok